Я сейчас предлагаю поговорить опять на предмет социальной философии и о таком специфическом понятии, как честь. Почему я с ней решил заговорить? Потому что, наконец-то, я дочитал третий из великих романов Александра Дюма о трилогии из мушкетёров. То есть я прочитал месяц назад, 10 лет спустя, наконец-то. Это очень специфически, потому что трёх мушкетёров я читал лет в 12 и больше никогда к нему не возвращался. Хорошо. Значит, 20 лет спустя я читал с 12 до 15 лет и возвращался с ним постоянно. И вот сейчас, спустя 30 лет, значит, я прочитал, наконец, последнюю книжку о системе четырёх мушкетёров. В наше время это подойдет. Ну да, на моей читалке было 5 тысяч страниц лишних. Я могу оценить, чтобы это был труд по дальнейшему времену столько прочитать. А скажите, а кто-нибудь читал ещё кроме меня? Никто? Я читал, но в таком вот сейчас ничем не помню. Читал, читал. Значит, смотрите, что здесь совершенно интересно. Понятно, что это утопия. Понятно, что Дюма писал некую фантастическую ситуацию, которая никогда не была, наверное, реализована на партике. Но тем не менее, нам с высоты нашего 21 века все эти вещи, именно эти понятия о чести и по всем прочим кажутся очень странными. Потому что с точки зрения героев Дюма, у любого современного человека понятие о чести просто утрачено. Его нет. Совсем. Почему? Ну, вот как-то так. Ну, совсем совсем. Почти совсем. Это странно. Почти совсем. Ну, почти да. То есть все познается в сравнении. А чести и достоинства потом это одно и то же? Например, одно и то же, да. Ну, тогда достоинство каждый из нас блюдет. Но я не думаю, что каждый из нас готов. Ну, не так. Значит, смотри. Нет, скорее всего не утрачено, а перестало быть чем-то, что определяет нашу жизнь. Да, ну, даже и утрачено, я бы сказал. По сравнению с тем, как это было. Ну, наверное, то есть по сравнению, да. По сравнению с тем, как это было. То есть из-за того, что в Дюйлех не участвует, ты считаешь, что у нас утрачена честь? Нет, а почему? А почему? Причем здесь Дюй? Ну, потому что что изменилось по сравнению с этими 18-19 веками? Сложная система взаимных запретов и взаимных соглашений, которая не прописана нигде в законах, у которого ты введешь всячески. Как это делает замечательный персонаж Ртос, он же граф Делафер, у Дюма. То же самое, про которого говорят, что он не человек, он полубог. А вот такое понятие, как джентльмены, это относится к понятию части? Да, оно имеет, но, конечно, не в такой термальной стадии, как это происходит у четырех мушкетеров. Нет, ну просто понятие джентльмен, как это, если улавливать интуицию, то это вроде как отношение к женщине. Не везде, не везде, но нет. Не везде. Не везде, не везде. Но это, как у нас в Советской России. Это же известный анекдот, что Чапаев поехал в английский клуб и приехал тут с большими деньгами. Петька его, значит, спрашивает, а как ты там в карты выиграл так много денег? Да, говорят, очень просто. Значит, беру, выдали, а потом мой контр-партнер говорит, что в покер, что у него джокер. Я говорю ему, покажи. Он говорит, а у нас, джентльменов, принято верить другому джентльмену на слово. И тут, говорит Петька, говорит Василий Иванович, карта ко мне-то и поперла. Просто джентльмен, это на самом деле английская какая-то аналогия человека чести. А теперь вот есть французская аналогия, это муж пятер какой-то. В чем как бы различие? Да, значит, смотрите, в первую очередь на что бросается, когда мы ведем речь о героях Дюма, это все, что в голову приходит, это так называемая теория фрактального государства. Скорее всего, придумал ее опять тоже Переследин, хотя она в интернете не идет под его подписью. Значит, что такое фрактальный государство, что такое фрактал по определению? Это самоподобная сутиструктура. Это означает, что она, что маленький, самый маленький кусочек ее ведет так же, как целое государство. Поэтому получается, что один человек, это и армия, это и суд, это и воплощает всех остальных количеств вещей. Согласитесь, что у нас это не так в нашем обществе. Для нас, для нас... В общем-то, Зиновий, вот, был такой логик, когда он умирал, он завещание оставил, его можно в интернете найти. Он говорит, что вот завещаем вам только одну мысль, что каждый человек должен себя вести точно так же, как суверенное государство. То есть быть суверенным государством. Ну, замечательно. То есть то, что ты хочешь выразить, как фрактальное государство. Да, то, что это выражено, как фрактальное государство. То есть самоподобная система. И это... каждый в этом смысле является суверенное государство. Но понятно, что любой персонаж из трех мушкетеров, мушкетеров, я напомню, что четверо, конечно, гораздо лучше, чем любое современное государство. Почему лучше? Лучше, потому что он благородней, он честнее, он порядочнее, он эффективнее и всякое-всякое больше. То есть суверенное государство не то, что графу далафер в подметке не годится, но она в подметке не годится и арамису. Напомню, что человек дорастает, в конце концов, до генерала Ордена Иезуитов. Это в 10 лет спустя. Просто как-то странно сравнивать отдельного человека и целое государство. Потому что если мы сравниваем, что он должен быть подобен суверенному государству, а он подобен суверенному государству, то мы начинаем их сравнивать. И мы понимаем, что любой из них в это бесконечное количество раз. Только в том смысле, что государство у него есть огромное, поэтому у него есть... Как это называется? Проблема. Не проблема, а взаимосвитие. Ну как это называется? Он не эффективен только потому, что на самом деле очень много чиновников по последующей деятельности. Поэтому пока дойдут до реальной деятельности, проходит очень много времени. Проволочек много. Вот, скажи. Проволочек. Очень много проволочек. Но только в этом смысле. Просто человек, естественно, у него от мысли в действии больше, быстрее происходит этот... Да, и это очень важно понимать, что в представлении Дюмаву фантастической картины, нарисованной на этом, самая главная вещь, которая опоследует поведение монаха, монаха, в котором Людовика XIV, это то же представление о чести. Сложная, разработанная система о чести, не прописанная нигде, ни в документах, ни в нигде, но это то, что царствует и властвует над любым абсолютно монахом. А в этом случае ничего. Это не та ситуация, что монах абсолютно, как его представляют, а некий абсолютный самодур. Да ничего подобного. В наше время есть же концепт личности, который подразумевает точно так же, что каждая отдельная личность сама для себя свой устав устанавливает, на которую не должен быть прописан где-то, она сама для себя, допустим, особенно в нарастной системе. Но в речи о том сравнении этих уставов, что у нас в уставе, по сути, не прописана честь. Да, да. Ну, один из героев Достоевского говорит, что русских больше всего можно пролестить и право на бесчестие. Действительно, лучше всего право на бесчестие можно принести таких людей. И как бы вот эта прелесть, она функционирует. Знаешь, что ты еще хотел возражать? Вот честь, это вообще концепт военный. И появился из военного лексикона. Исключительно. Потому что на войне, ну, вот, недопустимо, на самом деле. То есть, если в жизни мирной мы можем, так сказать, немножко обмануть, что-то недосказать, где-то, так сказать, повести себя не очень адекватно, как бы и не очень... Поймите... На войне, на самом деле, от этого зависит жизнь. Простую вещь. Поэтому на войне-то вот такая честь и десять. Смотрите, на самом деле, и на войне точно так же. Война – это один неприемлемый обман. И вот это... Люди на одной стороне, в одной армии, они как бы... у них честь, любые действия, отношение друг к другу. Да, и тем не менее, это ты постоянно пытаешься ситуацией обманывать... Потому что их жизнь, а друг друга зависит. В них... в чем коллизия, которую задает нам постоянно Дюма в этой вещи? По крайней мере, 20 лет спустя и 10 лет спустя. Это в том, что 4 друга все время оказываются на разных сторонах. В первом случае они оказываются Арамис-Атос с одной стороны против Портоса-Д'Артаньяна, а в 10 лет спустя там оказываются Портос и Арамис против Д'Артаньяна, безусловно, но и отчасти против Атоса. Отчасти. Всего лишь. Это вот такая вот ситуация. То есть они вынуждены вести, потому что Д'Артаньян, безусловно, Людовику XIV всяческим образом верен, и каким-либо образом, но он должен вести таким образом, что противная сторона, иногда это Атос, а иногда это Арамис, как это происходит в «Железной маске», то, значит, должна потерпеть поражение, но не нанести своему другу, то есть Арамису, максимальное какое-то ущерб. Спасти его, и, тем не менее, соблюсти сложные интересы Людовика XIV, а не его брата-близнеца Филиппа. Ну, понятие интриги всегда так и включают. У тебя есть союзники, есть противники. Ты работаешь так, что иногда твои союзники могут быть как бы встанем противником, или процедуры реставрации, значит. Сложные взаимоотношения. Если мы... Что? Ну, все интриги так работают. Интриги, как всегда, все взаимосвязано и может быть переплетено очень сложно. Поэтому смысл понятия интрига. К этому ничего особенного нет. И это никак не показывает понятие чести, никак не указывает. Оно не показывает, я просто говорю, что понятие чести это не является чисто военным понятием. Не является чисто. Я недаром привел понятие достоинства. Есть понятие чести, а есть понятие достоинства. Понимаешь? Достоинство это ближе к понятию оценки и цена. А честь ближе к понятию честности. Я бы просто и хотел услышать разграничение. Поэтому когда-то... Я не знаю. Я принципиально сваливаю все в одну кучу, потому что как с этой конструкцией я работать не знаю. Но на самом деле у нас есть ситуация общественного договора. Я объясню, почему я не знаю с ней работать. Есть ситуация общественного договора. Ситуация общественного договора она такова, что... Ну, действительно, есть некоторые правила, которые мы соблюдаем. Но это общественный договор соблюдаем нарушать. Но когда он совсем не в мочь встанет, мы его нарушаем. Общественный договор. Этот общественный договор может быть дан сознанию для себя. С этой точки зрения тогда он воплощен в законе. Справедливый закон нормальный это такая ситуация, в которой общественный договор, то есть система установленных понятий каких-то, ну, например, что положено вставать при приходе женщины или не нужно воровать на самом деле. Она воплощается в форме закона. Воровать убеженную своего не надо и поэтому если тогда получается таким образом это вписывается в форме закона. Действительно, не надо воровать. Закон именно хорош только тогда, когда он применяется очень редко. Когда всем понятно, что убивать не надо и воровать тоже не надо, тогда иногда, когда кто-то ворует и кто-то убивает, он получается, что оказывается в ситуации под действием этого закона. Закон хорош тем, что он применяется редко. Это отличается от нашей современной политической действительности, когда по поводу любого события противная сторона, конститующая сторона, тянет в другую сторону всегда в суд. Это не так. Более того, обращение в суд часто, оно для человека чести, является неким формой самой по себе бесчестия. У них была дуэль, они вызывали противника на дуэль очень часто в этом смысле. Вот, оказывается, такая замечательная вещь. То есть, с одной стороны, есть общественный договор, этот общественный договор полагается для себя и выступает в качестве формы закона. Что тогда быть с понятием чести? Откуда оно берется? От честности. От честности? Что значит от честности? Тоже общественный договор. Но почему? Честные люди всегда есть, всегда есть, не так уж много. смотри, вот нам-то картинка рисуется тогда, когда эта ситуация была массовая, реально. Вот она реально массовая. Она была не массовая, она была только выше, да, выше, выше, я согласен, согласен. и они по всему уважаемые. Слышишь, это отношение только между этими четырьмя друзьями? Нет. Нет, 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 нет. Надо читать. Смотрите, как бы, на самом деле, если вдуматься, что противоположно чести, если вдуматься, если посмотреть литературу и посмотреть историю, то противоположно чести торгашество. Человек чести не вступал в отношение торговли, он не торговался. Да, он просто как бы другой уровень. Может быть, отсюда надо как бы оттолкнуться, что есть никакая торговля. Ну, сейчас, на самом деле, когда ты говоришь, что сейчас вроде как-то честь утеряна или девальтирована, потому что мы все везде торгуемся. И суд, это на самом деле тоже тяжбой торговля. Мы везде вступаем, постоянно переделее тебе торговлю. Нельзя сказать, что люди там не торгуются. Более того, торговля в широком смысле слова. В том смысле, что постоянно идет попытка выгодить, попытка где-то там здесь, знаете, довод лучше, здесь это сказать, что хуже и проще, договориться и прочее. Понимаешь? То есть, как бы честь в некотором отношении подразумевала отсутствие этого торговли. Ну, вот эта самая ситуация. И поэтому, на самом деле, дворянство в каком-то частности и вымерло, потому что, когда торговый люд авансыну истории занял, просто для дворянства не осталось. Нет, там тоже идет определенного рода обмен. Идет определенного рода обмен. Тогда ты должен пояснить, понимаешь, ты как бы вокруг до околу ходишь. То есть, если есть и честь, то подразумевай торговлю. Дворяне не исчезали никогда, их уничтожали. Везде. Я же говорю, когда приходил другой класс. Еще раз, исчезновение, и вы теперь будем объяснять, как дворяне исчезли. Ну, просто исчезли из истории, не важно, каким конкретным способом они исчезли. Уничтожили, или на планету Марса не улетели. У нас же в России тоже были дворяне, но мягко скажем, в той ситуации, которую описывает Дюма, ситуация дворянской чести наша не имела ничего общего. Другой, теперь с другого захода, вот и немножко как бы опять еще вот есть противоположество между религиозной, ну, в кавычках, честью, и честью свеской. Это тоже большая, всегда, как бы, всегда существовало два понимания благородства. Благородство священника, да, благородство монаха, и благородство шевалье, какого-нибудь, да, там же благородство дворянина. И у них совсем разные благородства. С точки зрения монаха можно было сдаться, можно было, как бы, поступиться чем-то, можно было, надо было быть смиренным и прочее. И это не просто только разное содержание, это просто другая позиция. А с точки зрения шевалье нельзя было в грязь в лицо ударить, надо было отвечать на каждый, там, этот, укол, каждый, вот, против тебя направленный выпад и прочее. Опять же, разное понимание той же самой чести. Потому что эти священники точно так же были двояннички, частые, точно так же были благородные, но у них благородство было другое. Не все так однозначно, как кажется. Ты уж прочитал роман, как бы, увидел какую-то там однобокую честь и сразу стало все ясно. На самом деле тут много всяких таких вот вагонных. Нет, осталось неясным это. Как раз осталось военную. Да, честь, которая есть у мушкетеров, это честь военная. Военная честь, это прямолинейная, я бы сказал, «Шеволе де де Эрблеа», и он же аромист. Ну, кто у нас такой? Расскажи. Важно не то, кто он такой, а важно то, как он здесь. Если он убивает, то это не важно, как он называется. Важно, что он военный человек. Понимаешь, они практически все были военными. Были все военные. Поэтому это не принадлежность военных, а то, что они были военные. Дело в том, что есть особая, есть как бы такая вот интуиция, ее надо разворачивать, что и честь возникла среди военных. Двоенство изначально есть военное сословие, это есть военное, да. Ну, тем более, это как бы... Ну, я хочу обратить внимание, что как раз ситуация общественного договора, как ни странно, она и предполагает ситуацию торговли, потому что общественный договор это и есть торговля. Мы пришли, я говорю, я дам тебе за локоть сукна сто там динаров. Это не так неправильно общественный договор понимаешь. Почему? Договор это нечто такое, что как бы существует между людьми, даже если они об этом не договорились. Что такое общественный договор? Это не значит, что мы вышли и сказали, будем вот так же и так договориться. Нет, 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 нет. Это подразумевает, что есть некоторые правила, но эти правила, они состоят, вот есть же замечательный фильм Кинза-дза, где появляются... Какие правила? Ну, ты меня не убиваешь, я тебя не убиваю. Мы договаривались с тобой, а просто живем как-то в среде, где вот действует такое чисто. И это так же. Как у нас не известно. И это так же, да. Все равно правило. Вообще, договор правил, но не прописанное и не зафиксированное всеми кругами. Тем не менее, она как и таковая, это есть некоторая ситуация, может быть, торговля. Само по себе, общественный договор. Ну, скажем, в развитии общества более важным стал консенсус, некая договоренность, не для торговой. Вот. Что исключает честь? То есть, честь это какие-то принципы, о которых нельзя договориться. Нельзя спорить, нельзя подвергать сомнению. Это некий кодекс, который вот дан. А с развитием общества и с проникновением слоев друг в друга, то есть, появилась необходимость некого консенсуса, некой, действительно, договоренности. И принцип стал мешать. То есть, однозначный принцип стал мешать, пропал вообще честь. Потому что есть взаимные интересы, никто не хочет, что такое честь. Если мы на дуэли друг друга убиваем, то тем самым теряем все. А как бы торговли, которые забивают, что есть взаимные интересы. Оба оставили некомпромиссы. Оба говорились. Компромисс, да. Оба остаются жить в неком компромиссии, договоренности. Это совсем другое. Вот это вот торгашество, это другое, вот еще раз говорю, чем то честь, о которой ты хочешь сказать, поможем. Так общественный договор сам по себе это торгашество или нет? Торгашество. Торгашество. Я тоже думаю, что торгашество. Торгашество не в смысле явное, но в принципе это не, даже в том смысле, когда мы говорим, есть некий общественный договор между государством и обществом, да, вот в этом подразумеваем, Голландо, это естественное торгашество. Вы нам нефтью кормите, а мы вас не трогаем. Поэтому мой центральный вопрос в этом и состоит. Если я понимаю, что закон или правовое государство это концепция для себя бытия по отношению к общественному договору, а общественный договор от торгашества, я понимаю, что понятие вот этой сложной яркой чести это тоже конструкция для себя бытия. Но это для себя бытие по отношению к чему оказывается? Что для него выступает аналогом общественного договора? Ясно, что выступает что-то другое, а что? То есть в этом просто мой единственный вопрос. Мне так как раз больше было бы интересно как бы ты различил все-таки честь и достоинство. Потому что может быть современный основаневанчик. Клановый интерес. Честь или нет? Собретение чистоты какой-то группы. Похоже может быть от чести на то. Они же отличали себя от простолюдина сложной своей иерархии. То есть ни в коем случае это не было. Ведь претензия Д'Артаньян часто воспитывает Людовика 14-го. И различия может быть уформа. И он объясняет что государь должен сделать то-то, то-то иначе вы сделаете подлет в грязь листов. Например арестовав Атоса в тот момент. Также и Атос воспитывает этого Людовика 14-го ломая перед лицом его шпагу и отказываясь ему служить. Потому что тот по отношению к Луизе Д'Али-Вальер произвел ряд попыток которые с нашей точки зрения выглядят бесспорно а с его точки зрения выглядят полубогно. А еще надо заметить что честь всегда театральна. Потому что честь требует ничего подобного. А еще раз я объясню честь требует всегда понимания. Ты поломаешь шпагу и мы перед тобой рассмеемся над подобным поступком. И это не будет подобным поступком чести. Только если есть другие свидетели которые понимают в чем состоит этот поступок. Ну это отчасти так ну опять же это поскольку есть некая группа которые 14-й если перед ним АТОС ломает шпагу понимает о чем идет речь. Лео 14-й воспринимает. И он воспринимает. Да и он пытается его пытается его арестовать безусловно после этого. Потому что ломать имущество только потому что там то есть что значит у нас все-таки есть это главное в понятии чести это принадлежность к определенному кругу дворян который отличается от окружающего быдла. Наверное да. То есть в этом смысле если ты джентльмен то тебе как-то не подряд. И джентльмен то же самое. джентльмен то да. Вот тут я видел сериал есть формальность есть формальность в одежде она тоже формальность что-то должен именно так одеваться и есть формальность поведения которая отличает от других слоев. Вы пытаетесь сейчас честь перевести в понятие благородство. То есть что у нас получается между этим кодексом чести д'Артаньяном и кодексом чести воров в законе это никакой разницы? Да, формально. То есть это некий клан воров в законе есть свой кодекс чести и они соблюдают именно здесь важно формальность жесткая формальность и презираемость нарушения. А вот я вот тогда значит эту ситуацию бы понял таким образом то есть с честью как раз дело обстоит таким образом что для общественного договора и для ситуации закона все наши поступки условно всегда ну потому что не бывает вещей безусловно самих по себе но иногда бывает ситуация когда ты можешь убить иногда ты можешь украсть ну тебя накажут а в этом а в ситуации чести это невозможно это правильное замечание то есть если святой условно говоря не убивает и не ворует то он тоже человек чести я же говорю что у тебя нет при чем здесь это ну потому что при чем здесь он жестко соблюдает допустим он святой в том смысле что жестко соблюдает заповеди не в этом дело не тот принцип Не принцип, что кого мы отнесем к этому, а кто в этой группе, которая соблюдается честь, в ней соблюдается. А то, что в ней группы кто-то соблюдается, ну, пускай. Нет, 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 я бы не так это сказал, понимаешь, даже если святой воспринимает, человек за жизнь своего не убил, никогда ничего не украл, ни копейки, ни в каком магазине. Это не означает для него чести. Почему? А у меня это не принцип, это его способ жизни. Это ситуация, что он разживет в ситуации общественного договора, его выполняет. А у них, подожди, а слово общественного договора ничего не объясняет. Все он решил. Он не может прибегать. Почему не будут? Потому что это тот самый, как бы, икс, которому ты апеллируешь, который еще надо сам выяснять, что это такое. Понимаешь, у тебя получается, что общественный договор, то ли это договор, то ли это договор внутри клана, то ли это... Именно договор, договор. А если ты относишься к этому, к своим внутренним запретам, именно как запретам, то есть отстраненно, формально, и они у тебя в этом смысле имеют безусловную стоимость и безусловную ценность... Это стандартное понятие у святого. Вот формально есть святой, который формально относится к исполнению запретов, как ты говоришь. Просто формально. Для него не убей, как бы, в любой ситуации не убей. И все. Я вот не понимаю, где честь-то? А святой, понятно, что к святому мы честь слова не применяем. Я говорю, что честь немножко другое. Честь возникает только, когда есть война. Вот есть столкновение военное, когда есть, как бы, угроза. А джентльмен, кстати, это еще другое. Я хотел сказать, что джентльмен это переходная стадия, где возникает торгашество. Джентльмен это, как бы, попытка синтезировать честь военного человека с торгашом. Это совсем другое. Поэтому я не сразу джентльмен туда и перевел. Понимаешь, ты пытаешься это в жесткие рамки социальные найти, как будто бы есть типы социальные. На самом деле, все, нет, все на самом деле. Но это вот провести жесткие рамки, мне кажется, не всегда удается. Не все так. Не, я хочу с этим просто понятием разобраться. Заметь, что джентльмен это как раз выступил в этом, в этом, не диком, как сказать, варварском мире, в Индии и везде. Он не выступил там, как военный. Он именно выступил, как торгаш. Он пришел сюда, потому что у него были торговые интересы. Потому что он выступал за торговую компанию. Но он был не просто, как бы, представитель английский, а он именно джентльмен был, понимаешь? Ну, ты говоришь, честь сугубо военное понятие военном кругу. Я сказал про джентльменов, я тебе сказал, что это нечестно. Я сказал про джентльменов, что они уже синтезируют, пытаются его уже перейти. Там уже, наверное, надо сесть между двумя понятиями. Да, вот эту сложную ситуацию ухватить, когда принципы чести выступают как принципы чести. Не как некая условность, прошу прощения, которая у тебя появилась в рамках общественного договора. То есть нельзя, надо, кажется, в общественном договоре пропускать пешеходов на пешеходном переходе, если автомобили есть. А убивать человека тоже условно? Я не убиваю, но это условно. Условность, да, условность, конечно. Это не условность. Поэтому у тебя в общественном договоре непонятно, что значит. Какая это условность? Я не убиваю не потому, что здесь какая-то условность не убивать. Понимаешь? Ну, значит, видите, я не справляюсь. То есть интуиция мне примерно ясна. Точно со слов Александра, конечно. Но высказать я ее хорошо не могу. Нет, давайте попробуем разобраться. Вот, например, я говорю, слово «достоинство». Есть в современной мире достоинство? Ну, есть, конечно. Она, и достоинство, ты сказал, что синоним чести. Да, и достоинство, и представление о чести, оно в каком-то смысле есть. Чести и достоинство – это разное вещи. Конечно, было понятие, скажем, родовая честь, особенно, характерная для русского дворянства, боярства, 16-го, 17-го века. А ничего общего не имелось в понятии на достоинство человеческого, в нашем понимании. Сейчас скажу про женскую честь. Не имело, да. Достоинство чести – это разное понятие. Не имело. Я тоже разный. Ну, может, близкий, но разный. А по поводу святого я сейчас подумал. Есть большая разница. Одно дело – выполнять заповеди те, которые как бы свыше, а честь – это заповеди. Не себе, не себе. Это заповеди в некотором кругу. Понимаешь, вот, среди мушкетеров, у них есть понятие чести – среди, а не предписанное кем-то сверху, это нечто, идентифицирующее их, вот, как некую общность. При этом святой, он ни с кем не общность, это вот его дела с Богом отдельные. Поэтому там это не честь, не является честью выполнить заповеди Господню. Нет, правильно. Поэтому, и как бы, и просто пример... Ну да, своими знакомыми лучше, да. То есть есть принципиальная разница, оказывается. Я не знал до этого, что есть разница между вором в законе и святым. Я думал, что это одно и то же, а оказалось разное. Смотрите, есть хороший пример у Достоевского. Это, помните, кроткое, да? Там офицер нарушает кодекс чести в полку. Он должен был, там, выступить на дуэли, там, но он не выступает, потому что считает это глупостью. И, как бы, на пользу такой, как бы, тем не менее, он понимает, что он нарушит честь, и вот он, как бы, он все равно считает себя бесчестным, там, да, и вот он, как бы, общается с кроткой, через которую, как бы, хочет себе доказать, что он прав. Ну, так можно прочитать этот роман. На самом деле, вот это вот ломка, да, вот, старого стереотипного понимания чести, здесь можно как-то уловить, что же такое честь. Вот люди, какие-то военные, опять же, в полку, там, какие-то, да, вот, чтобы было понимание чести. Это некоторое обязательство, да, человека в определенных обстоятельствах поступить определенным образом. Это не человек выбирает, это его выбор. Конечно, зафиксированы принципы поведения... Человек, не государство, как ты сказал, суверенное, а просто игрушки, игралищие в некоторого рода другой обществе, которые, ну, там... Не играешь, не играешь, не играешь. Ну, как, ну, он, если он не хочет заступаться, там, за своего, это, компаньона, да, заступаться за честь полка, потому что считает глупостью стрелять. Да, а для героев этого Дюма, то есть... Ну, это уже облашение чести, это уже... Это уже облашение культа чести. Для там 500 и 600 персонажей, подобная ситуация невозможная. Она невозможна, но если мы видим переход, мы, может, сможем понять, что такое честь. Своё достоинство они в этом не обнаруживают. Булат, я придумал, чем отличается достоинство от чести. Если честь зафиксирована жестко, принципы поведения, принципы реакции на различные воздействия, то достоинство, достоинство, это то, что не зафиксировано. То есть мне не предписано так поступать. Я могу поступить одинаково, что по чести или не по чести, но по чести я обязан, чтобы не запитнать. Это разный повод, внешний повод. А достоинство, это моё личное достоинство, я считаю, что я так не могу постоить. Достоинство – это внутреннее содержание. Да, честь – это внешнее некого рода действие. Оно мог совпадать. Вот я думаю, во времена дема они совпадали, достоинство и честь. Совпадают. Я поступаю и по достоинству, и по чести. А, скажем, при разложении всего этой чести могло быть так, что я считаю, что я бы поступил за достоинство. Я бы там унизился, но честь мне не позволяет это сделать. Вот здесь она возникает ножницы между честью и достоинством. То есть честь как бы подразумевает сохранение достоинства. Она направлена на то, чтобы сохранить достоинство рода, достоинство данного коллектива, полка сохранить достоинство. Достоинство направлено, но оно формально. А когда я сохраняю достоинство, просто вот я иду, я сам собой. И считаю, что это ниже моего достоинства. Они так бы имеют одинаковую природу, но разное оформление. Это внутреннее оформление и внешнее оформление, как некий принцип поведения в той или иной ситуации в рамках того или иного коллектива. Честь всегда предписывает жесткие рамки где? Вот если ты вошел в это, то здесь честь полка, честь рода, честь дворянства, честь женщины. Так они получили посмотреть просто в толком, в словаре. Ладно, в толком, в словаре посмотрим позже. На самом деле я так чего говорил немножко. На самом деле, если мы проследим смысл думать и говорить, а посмотреть в словаре может каждая. Нет, ну просто есть же какие-то общепринятые нормы русского языка. Вот общепринятые нормы будем вне семинара смотреть. Если бы были общепринятые нормы русского языка и философии, то вот мероприятия здесь в принципе не было. Каждый бы сидел дома и читал словарик. Да, мы же занимаемся ситуацией мыслей для себя. И тем более, что если вы посмотрите в словарике, то составляют люди, такие же как мы, со своими ошибками, со своими представлениями. И как бы ориентироваться нужно на десять словарей посмотреть, сравнить. Ну, интересно. Да, ведь мы когда же, вы просто видите, тут отчасти я не прав, потому что я говорю с людьми, которые не испытывали это удивление от персонажей Дюма. Я единственный из своего испытал. Я могу сказать, что это ситуация, которая, как бы, отчасти неуловимым образом принципиально отличается от нашей. Я просто не могу вам ее пересказать. У нас нет групп таких, которых могла бы честь сохранить. Да, это просто опыт, которого у меня нет, например. Нет, именно группа. То есть нет чести, ну может быть... Ну давай сейчас ее реконструируем. У меня же есть какие-то мысли. Ну давай. Смотрите, для того, чтобы понять эти вещи, надо посмотреть генеалогию. А генеалогия, мне кажется, следующая. Допустим, она возникла в военной среде. Почему в военной среде? Я говорю, потому что в военной среде не может быть места рассуждения. Там надо выполнять четкие правила. И честность там должна быть просто явно. Потому что не может быть там никаких дугушничеств, каких-то подмигиваний и прочее. Там просто есть обстоятельства, и надо действовать так, как предположено. Все. Так вот, суть, мне кажется, на самом деле, даже разницы, и это разница правильного уровня между честью и достоинством, что честь – это нечто внешнее. Вот когда личность только формируется, для нее очень важно именно внешнее. То есть, вот, нет внутреннего содержания. Ритуально. Мы понимаем, что самое главное, наоборот, внутреннее. Даже если ты во внешней жизни себя ведешь, может быть, как бы люди видят и не понимают, допустим, тебя. Кажется, что ты там ведешь себя неправильно и проще, но ты сам внутри себя понимаешь, что твое внутреннее содержание, оно вот определенное, да, когда оно соответствует таким критериям правильности, истинности, да, то ты понимаешь, что у тебя есть достоинство. И только во вторичном смысле ты это достоинство проявляешь в поступках. То есть, обратное движение. Не первое движение, когда важно соответствовать некому кодексу чести, и тогда о тебе говорят, как о достойном человеке. А обратная ситуация, что ты изначально, сначала достойный человек, а потом ты уже можешь доказывать это или не доказывать в своих поступках. И когда постепенно от военного уклада мы переходим к мирной жизни, требование кодекса чести становится как формально, правильно замечено. Он просто не нужен. Тогда остается только достоинство. И вот если мы опять же переходим в разговор о святом, о различии между святым и... Болосом законе? Да, не человеком чести, да, вот военным человеком, например, все, то как раз разница стоит в том, что у святого нет чести. У святого только достоинство. Я думаю, что достоинства нет, это разные вещи. Потому что одно дело, я совершил поступок по кодексу чести, это одно. Другое дело, я совершил тот же самый поступок из достоинства, и третье, я совершил тот же самый поступок, потому что это заповедь Господня. И это... Они могут заповедить, потому что вот я считаю это правильным, согласно... Нет, это достоинство. Я сейчас считаю правильно, это достоинство. Нет, это то, что я считаю... А если святой, то есть они могут совпадать, вот скажем, нет, скажем, неправильно, это правильно. У святого они совпадают, достоинство и выполнение заповедей. А у просто верующего человека может не совпадать. Он не убил, потому что он боится кары Господней, но достоинства у него нет. Он может... То есть вот эти три вещи, они как бы могут пересекаться и существовать вместе, но в принципе они одно свыше, другое коллективно-клановое, а третье внутреннее. Но в принципе некая природа это то, что возвышает человека, делает его человеком. Много по-разному. А, посмотрите, как может быть тогда получается ситуация. Ну, со святым понятно, потому что он... Закон Божий не надо понимать просто как закон. Он просто... Ну, потому что так должно, потому что так оно есть. Так правильно. Так правильно, да. А как обосновываться правильно, это второе. Да, как бы так правильно, вот он поступает. Неизвестных соображений, и самое главное, что это неизвестный... То есть это его личный... Он не противоречит себе, но он не ощущает это как личный выбор какой-то. Смотрите, а честь тогда у меня получается следующим образом, наконец-то, по-моему, понял. Честь это получается, когда твои внутренние установки, клановые или какие-либо еще, полагаются для себя, но удерживаются именно в этом качестве для себя. Вот это честь. Удержание этой штуки в чистоте для себя бытия. Вот так. Ну, если ты думаешь, что это уже по-понятному... Да, наверное, да. А ты взильтально? Ну, а что непонятно-то? Ну, она как творящая ситуация. Нет, ну, смотрите, у тебя есть некоторая ситуация, ты ее можешь положить для себя. То есть ее положить, ну, как, например, по отношению к общественному договору, закону. Ты взял, у тебя было принято думать, что в данной ситуации убивать человека не принято. Ты взял, написал это на бумаге, человека убивать нельзя. Это получилось для себя бытие, да? Вот эта ситуация. Теперь у тебя оказывается, что ты сам момент полагания можешь удержать в качестве свободного формального принципа. Сам момент полагания. И вот это будет понятием чести. Достоинства. Чести. Чести все-таки это внешнее, всегда внешнее. Я с Александром согласен. Честь это все-таки внешний кодекс. Всегда говорят, позовите, всегда говорят кодекс чести. Никогда не говорят кодекс достоинства. И нет чести абстрактной. Честь всегда есть. Честь дворянина, честь военного, честь... Так она, конечно, всякий раз, эта штука. А достоинство человека. Слежит нам подсказывает. Я сохранил свое достоинство как человека, а я унизил честь рода. Нет, нет, нет. Достоинство человека, когда ты сохраняешь, это именно будет достоинство. Это будет как нечто. Это как будет нечто. А если мы этот принцип удержим в качестве формальности, то это и будет честью. Для одного это все равно не будет честью. Честь для одного это не честь. Честь кодекс чести. Ты не можешь показывать. Честь виртуально все-таки. Ты должен поступить в данной ситуации так или сяк. И при этом разно-палак. Думан говорит, что это обязательно должны быть оценочник. Кто оценит, по чести ты поступил или не по чести. Если для меня, для самого, зачем мне лишнее... Я оценил это хорошо и плохо. Для себя не нужно оценивать, честь или нечесть. Для себя, конечно, для себя. Тогда это нечесть. Для себя и нечесть. Человек чести может даже чувствовать, что это может быть и неправильно. Но по чести положено. Но по чести положено. Это каждому шагу. Ловушка не чести. Смотри, да. Ловушка чести. Люди ловили на чести. Да, да, да. Ловили. Дартанян тоже понимает, что там Фуке, который от него убегает, и вот-вот-вот он сейчас от него убежит. И он понимает, что если Фуке от него убежит, он вынужден будет застрелиться. Игорь, очень хороший пример. Потому что если это только для себя, то очень легко перманентно поменять. А честь – это то, что не меняется принципиально, что инвариантно во всех ситуациях и для всех… И не будет трактовки. А если для меня, я сегодня ищу, что не собрать, или там не украсть, или что-то… А завтра поменял. А завтра может быть даже невольный, может быть я забыл, поменял. Вот это не может быть честью. Честь – то, что установлено раз и навсегда, и для определенного количества людей. Да, но оно получается, что… Ну для себя. Для себя это для себя семей счет, по которой пишется, для себя бытие, для себя бытие. Для себя бытие пишется. Ну да, я думаю, что это не делает понятнее… Ну, на мой взгляд, это сделает понятнее для нас… Нет, что такое для себя бытие, это на самом деле самостоятельное бытие. некий принцип был запят в своем осуществлении я хожу и живу таким образом что они убивают людей но этот принцип не дам для себя потому что я отсюда не убиваю других но это будет принцип который существует в себе теперь вы полагая вот для себя это означает что он явно для меня я не сам себе полагаю обычно честь привносит никогда си никогда человек себе не устанавливает да смотрите это то во что он входит в коллектив входит да но это смотрите когда когда ты этот принцип устанавливаешь именно в качестве абсактного принципа получает что он передо мной выступает в качестве внешнего. В качестве внешнего выступает. По отношению. И теперь спрашивается, в каком качестве я его буду оберегать и хранить. Оберегать и хранить в том смысле, что я буду удерживать в качестве данного, в качестве трансцендентного, в качестве внешнего принципа, которого отойти нельзя. Вот в чем дело. Оберегается и хранится он только коллективно. Оберегать и хранить честь для себя. Только для себя. Только для себя. Если джентльмин попадает на непитаемый остров, ему незачем быть джентльмином. Человек, который, это будет что-то глупо, и следовать кодексу чести, это не вреда. А я, как раз, утверждаю, что если джентльмен попадает на необитаемый остров, он остается джентльменом. А зачем? Он видит туземку и бежит ей, так сказать, подносить там стул? Нет, это не вреда, это никого. Что тебя за... Понимаете, джентльмен это не идиот, вот она самая важная, это понимать. Джентльмен это принципиально не... А на самом деле джентльмены приезжали и творили там... К чести. И безусловно. А, Игорь, в чести всегда прописаны внешние действия по отношению к человеку данного же круга. Вот что главное. Именно прописаны правила взаимоотношения в данном кругу. Если ты один, то никаких правил. Кланбус. Кланбус, конечно. То есть у нас в роду поступают так. И именно поступок не... Понимаешь, то, что ты делаешь у себя в спальне или в нужнике, не прописывается в чести. Или еще что-то. Нельзя говорить в носу лише. А именно, ты должен... Вот если тебе внешние сделали так, ты должен ответить так. Если ситуация такая, то прописываются внешние взаимоотношения и обязательно внутри клана. А не личное поведение. Вот достоинство может лично... Я могу в туалете вести себя достойно, хотя вижу, что меня только я не буду делать чего-то такого, что считаю недостойным. А честь там? Какая там честь? Ну да, и потом честь направлена на то, чтобы сохранить... Сохранить именно данный клад. То есть основной принцип чести — сохранить его целостность, идентификацию какую-то. Да, и утратив честь, ты как бы теряешь... Да, и выгоняй, то есть именно основной принцип, почему тебя могут выгонять, потому что... Не потому что достоинство по тебе, потому что честь потерял, все, ты у тебя выгоняй. Выступил против данных. Да, да, да. То есть это как противопоставление себя, несоблюдение чести, противопоставление клана, да. Да, то есть эти ребята, грубо говоря, хотят быть дворянами. Не хотят из него выйти ни в коем случае. Да, да, да. И это заставляет их выполнять правила чести. Так же они распознают друг друга. Распознают, поэтому по чести. Но я хочу обратить, что эта картина, которую даже Планше, слуга де Ортаньяна, так плохо не думает о своих господах, как только что сейчас описали. Нет, дело в том, что правило чести и кодекс чести, он ориентировался на достоинство. Он не противоречил достоинству. И это было в те времена, в те времена, это было своему мужчину. Они вполне возможно не различали. Они считали, что достойно поступать по правилам чести. То есть это единая формулировка. У них не было конфликта между достоинством и честью. То есть достойно поступать так, как прописано. То есть здесь не понятно, что первично, что вторично. То есть как Булат говорил, что воспитание им сначала дают честь, а по этой чести они строят свое достоинство. И в дальнейшем они это воспринимают как имманентное состояние, мое достойное состояние тогда, когда я соблюдаю честь. Я соблюдаю честь, когда я остаюсь достойным человеком. Потом это расплеилось. Внутренне стало несоответствием внешнему. То, что внутренне ты можешь быть достойным, хотя на честь... Ну, удостоится в хорошем время. Да, то есть все-таки получается, что герои Дюма просто примитивные люди. Нет, очень достойные люди. Другие люди, очень примитивные. Достойные, безусловно. Дальше они развивались, развивались и превратились. Тогда нужно сказать, если говорить примитивно, честь характеризует не их конкретно, а характеризует тот клан, то общество. В том обществе были очень достойные правила поведения. И они их соблюдали. Что здесь недостойного, что здесь плохого? Они очень... Другое дело, что если бы я в современном сейчас мире спросил, что достойнее соблюдать достоинства из личных качеств или из чести, конечно, достоинства из чести. Ой, достоинства из личных, а не следуя каким-то правилам. Да, но эти правила, безусловно, ни в коем случае в вербальной форме явно не даны. Нет, нет, честь всегда прописана однозначно. И тогда это не будет никакого отношения иметь к героям Дюмара. Ну, просто эмпирически. Нет, но она не прописана. Там настолько сложное представление о чести, которого мне не понять. Нет, ну да, есть как бы кодекс чести прописанный. Что тебе кинули тот, и тот ответ. Да, это так, но честь же не в этом состоит. Состоит достоинства. Нет, если мы говорим... Ну, то есть вы хотите сказать, что у них как бы честь в них не важная, а важная не достоинство? Нет, достоинство. Да нет, просто когда достоинство с честью не совпадает, то получается дресс-код просто обычный. А когда совпадает, тогда честь. Нет, то, что честь есть не писаный правильный. Ну, нет, да, да. Когда что-то сложнейшая система поведения. Ну, правильно, есть какие-то прописанные моменты, так сказать, но на них уже все эти прописанные моменты, они уже, вот этот скелет как бы прописанный, да, он уже оброс такими, так сказать, взаимосвязями, уже чисто, так сказать, которые люди, которые все на этом варятся постоянно, они это уже чувствуют просто интуитивно. Они воспитаны в данной чести данного рода, скажем. И при этом, вполне возможно, в соседнем роде они будут воспитаны в другой чести, в другой достоинстве. Там будут другие принципы. А хотя бы тоже, может, сложные, неявные и все прочее. То есть это действительно невероятно прописанное. Может быть, действительно. Но что это родовое, ну, невероятно родовое, то есть клановое, коллективное что-то, что объединяет для самосохранения вот этого сообщества. То есть все-таки варенозаконие. Нет, просто я еще только сказать, что получается, что честь это своего рода совесть, но коллективное. Ну, коллективное. Честь это, конечно, совесть, но может, индивидуальная. Да, индивидуальная. Ну, вот так как-то. Да, вот так самое конкретное. Да, 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 да. То есть все-таки сошлись на том, что мы имеем дело о таких симпатичных варах в законе. Нет, в коллективной совести. Да, ну, как и варах в законе. Нет, формально, по правилам, да. То есть граб-дилотмеры, это не полубога, а ползакония. Нет, полубога. Но дело в том, что вопрос именно в содержании. То есть есть правила игры в преферанс, есть правила футбола, а есть правила высокого толпа. То есть это все правила. И как бы... Я сейчас скажу, что есть правила в преферансе, говорят, ах, ты оскорбили правила высокого толпа. Да нет. А чистый у нас остался только этикет фактически. Вот этикет, это то, что раньше было чистым. То есть не надо женщине там уступать место, открывать передние двери и прочее, и прочее. Этикет, ренимелировался в этикет. Ну, это же там немного... Нет, да. То есть вы хотите сказать, что понятие чести, оно в этом смысле утрачено полностью. Но в этикет оно перешло. То есть там мечта, что больше всего русских... Осталось достойно. ...русских можно привлечь, что это право на бесчестие. Как бы это на практике притворилось. Я думаю, все эти военные, если я заметил, опять плавно, что у них там понятие чести остается. Да, разве. Честь мундира. Ну, так, очень. Очень, очень, очень слабо. Я думаю, в современном мире все-таки понятие честь мундира остается. Очень, очень слабо. Очень слабо. Да нет, нет, очень слабо. Я служил два года в мундире с погонами и... Я, да, мы уже вспоминаем эту картинку. То есть это... Кстати, честь мундира хороший пример коррективного понимания. Да. Но вот не честь мундира у них, блин, я сто раз говорил. Не вот, если они... Они не честь мундира поддерживают. Сто раз говорил. Понятно. То есть кто-то мундир, у них гораздо более... То есть у них, скажем... Дворянство. Есть разное. Вот это... Естественно, есть некий минимальный уровень чести дворянства. Не спасли. Есть какой-то уровень чести... Скажем, клана какого-то внутри этого дворянства. То есть, ну, масоны там, значит, вот они объединились. У них свои... Да, вот это... Это надо... Иерархия надстроить за какой-то... Заключительная. Да, опять же. Заключительная картина, когда ребята захватывают молодого человека в плен. Ну, вот эти Партос с Сарамисом под конец, да. И потом решают его... Должны были его убить, а взяли и решили его отправить обратно. И он чувствует перед ними обязанности. А потом его же начальство, этого молодого человека, отправляют по их следам, попытки заключить Партоса и Арамиса. И у него нет выхода, он ничего, он все, что готов, вот он бросает шпагу и идет для того, чтобы его убили. Именно для того, чтобы его убили. Потому что выхода у него, с точки зрения чести, нет. То есть, с одной стороны, начальство приказывает ему их арестовать, с другой стороны, они ему только что подарили жизнь. Все, значит, ему надо. Какое здесь сообщение, какие здесь представления о чести мундира, что-то... Вот человек для себя так решил. Он идет и умирает, безусловно. И это на каждом шагу, и там каждая из этих, из пяти тысяч страниц, там, на двух-трех страниц по одному такому примеру. Я не умасываю себя. Вы знаете, что это не достоинство, а не честь? Не знаю, чего. И воздушно... Я это воспринимаю как понимание чести. Все-таки честь более формальная вещь. Да, он уже всегда мог отойти, он мог отказаться, выполнять приказ. Знаешь, что происходит? Происходит конфликт чести, потому что у нас есть две части. Одна честь выполняет приказ, а вторая честь как бы отдать должное, как бы... Честь у него есть одна. Достоинство может вступить в противоречество. Достоинство, это ниже его достоинство, то есть это вот то человеческое в нем, да? А честь... Да, потому что ситуация очень сложная, идет впереди людей, вместе перед солдат. Честь и достоинство, да? Потому что мы можем привести огромное количество примеров, когда люди поступают по чести, но при этом... Недостойно. Недостойно. Да. И как бы все понимают, что недостойный может, но... Ну почти. Вся ваше настроение, она хороша, но дело в том, что вы пытаетесь навязать персонажам, о которых сегодня я говорю, современное представление о чести и достоинствах. Ну... Если... На мой взгляд, на мой взгляд, то, на чего было, не имеет к ним отношения. Вот что дело. Мы в данном случае разбираемся не конкретно, что это, а вообще различие между достоинством и честью, и если вот мы нашли какое-то различие, может оно тогда и не различалось совсем в принципе. Вполне возможно, что честь воспринималась именно как достоинство. Ну скажем как, когда-то религиозная этика воспринималась... Этика воспринималась только как религиозная, а не как иначе. Да. А сейчас мы различаем. Этику как бы светскую, человек может вне религии, у него есть некая этика. А тогда, может быть, тогда честь и достоинство это было как единое и потом только разошлось. И распалось. Может вот так. Но если бы тогда она распалась, я же смогу отличить этику религиозную от этика человеческой, сугубо вот светской. А тогда нельзя было, тогда честь и достоинство нельзя было различить. Может действительно, как изначально сказал, что одно и то же. Тогда может быть. Ну как бы все равно, как бы могло вступить в противоречие, да, разные моменты, как у нас получается. И эти моменты мы сейчас можем развести, как противоречие между честью и достоинством. Ну что еще кто-нибудь еще это скажет? Это на самом деле еще немножко как-то сказать про диалектику, да. Я уже не даром противопоставил человека чести, как военного человека, торгаша. А на самом деле понятие достоинства, то есть это понятие возникло как некого рода цена и оценка самого себя, а там как некого рода и самостоимость. То есть сам человек понимает, как бы свою стоимость. Это оценка с точки зрения торгаша. Да. Получается, что на самом деле произошел синтез торгаша и как бы человека военного, и образовалось washing substantogeneous чести и достоинства. Потому что достоинство – это как бы фактически ты дал себе цену. Если что-то сделает, то моя цена упадет. Типа товар. Товар станет уже как бы поддержанным. Но при этом не в глазах чужих других, а в относительно себя. Да, конечно. И причем это похожество, которое береги честь с молодым, оплате с новым. На самом деле здесь честь понимается как достоинство. Береги достоинство с молодым. То есть мы даже вот эту честь, которая была другая, уже не понимаем. Иначе как достоинство. Береги свое достоинство, свою цену береги, как платье с новым. Что значит? То есть на платье новое оно дороже, как бы уже поддержано. Да, конечно, идет не о достоинстве. То есть не о некой самости, на которой я стою. То есть некой идентичности, которую я защищаю от мира. То есть понятие чести, оно, к сожалению, не таково. Да, действительно так.